День с толком День с толком Сегодня в Алтайском крае официально зарегистрирована пятая смерть от коронавирусной инфекции Тем временем количество зараженных коронавирусом в край за сутки ожидаемо перевалило за тысячу Сегодня в регионе 1014 ковидных пациентов Большинство зараженных по-прежнему в Барнауле – 350 человек На втором месте антирейтинг «Газмейногорский район» – 245 человек Замыкает тройку лидеров БИСК Там 108 инфицированных На сегодняшний день в крае 26 больных находятся в тяжелом состоянии 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ За все время из больниц были выписаны 522 пациента с диагнозом COVID-19 Кстати, через два дня на Карболихинском руднике, откуда началась вспышка коронавируса в Замейногорском районе, к работе приступят около 240 сотрудников На предприятии пройдет смена вахты Вернуться на производство смогут работники, которые прошли карантин в обсерваторе и получили отрицательный тест на вирус В последний раз инфицированного на руднике выявили 6 мая В случае, если за оставшиеся два дня будет зарегистрировано еще один случай заболевания То сотрудники, которые будут выходить с вахты, они будут также размещены в обсерваторе для того, чтобы за ними осуществлять медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней Напомним, месяц назад на руднике выявили первого зараженного Им оказался сотрудник, прибывший из Башкирии В конце апреля власти ввели бессрочный карантин на территории всего Замейногорского района В барнаульских аптеках по-прежнему в дефиците медицинские маски Либо их цена в разы выше, чем до пандемии Люди шьют сами или покупают многоразовые, тканевые и синтетические И начинают разбираться, какие носить, а какие ни в коем случае не надевать Свой эксперимент провела и Полина Жданова Когда начался дефицит масок, Наталья сама сшила их для близких А когда на них появился спрос, сделала и для своих клиентов Женщина – профессиональная швея Ее технология такова – хлопок в три слоя с дополнительным отверстием под вкладыш А вот синтетику здесь считает непригодной Синтетика, она, во-первых, не дает такого воздухопрохода, чтобы дышать свободно Потому что там создается парниковый эффект А по структуре она, наоборот, более крупная для проникновения вируса Так думают и врачи, исключение – медицинская синтетическая ткань Из нее производят плотные одноразовые маски, которые теперь редко встретишь в аптеке А чтобы понять, насколько маска, купленная в магазине или участника, защищает слизистые Можно провести несколько тестов Один из способов понять, насколько качественная ваша маска – это обыкновенная вода У нас маска сделана из трикотажа и синтетики Мы сейчас проверим, насколько она пропускает воду Мы берем обычную воду, мы берем маску И вот таким образом в сложенную маску мы наливаем чуть-чуть воды Как мы видим по центру, маска мгновенно пропустила воду Причем достаточно большим потоком Поэтому я могу сделать вывод, что эта маска некачественная Потому что нормальная маска воду не пропускает Плотная хлопковая маска какое-то время удержала влагу внутри Уже лучше Второй способ – задуть свечу или спичку через маску Не получилось – маска хорошая Третий способ предполагает разрезание слоев Если середина не просвечивает и при поджигании не вспыхивает, а плавится, защита у маски достаточная Но даже самую надежную маску нужно обеззараживать или менять Выбрасывают их по правилам Одноразовую мы должны будем утилизировать Аккуратненько снять Положить в полиэтиленовый мешочек И крепко завязать Чтобы содержимое этой маски Если там есть какие-то микроорганизмы Чтобы они не попали куда-нибудь После утилизации помыть руки многоразовую тоже стоит снимать раз в 2-3 часа Стирать хозяйственным мылом и проглаживать горячим утюгом Именно поэтому не стоит носить многоразовые синтетические маски Они не выдержат приглажки тех температур, при которых вирус погибает Ношение маски у подбородка или только у рта Не поможет защититься от различного рода вирусов Маска должна закрывать и рот, и нос Ну и главное, не выбор одноразовая или многоразовая маска К слову, врачи рекомендуют чередовать их использование А правильность ее ношения Сохранить здоровье поможет только обеззараженная и чистая ткань А иначе нестиранная и неглаженная маска может только ускорить заражение Полина Жданова, Илья Халяпин, Александр Антропов День с толком Федор Найдин официально теперь экс-глава Каменского района Накануне Каменский суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении Найдина Которого обвиняли в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности По версии следствия, Найдин настоял на том, чтобы детские сады закупали хлеб не у одного из местных бизнесменов А у его родственницы На время разбирательства Федор Найдин был отстранен от занимаемой должности Почти два года его замещала Евгения Гордиенко В соцсетях люди вот так попрощались с народным любимцем Буквально до вчерашнего дня Все рассчитывали на совершенно другой сценарий Скажем так, в куарах политических коридорах Скорее всего предполагали, что Федор Николаевич вернется на свою работу И сейчас нужно быть очень талантливым и сновидящим Чтобы хоть как-то предположить, как будет разворачиваться сценарий Обвинительный приговор в отношении Найдина оставили в силе Теперь он обязан выплатить штраф в 300 тысяч рублей Кроме того, Найдин не сможет занимать должности в органах власти в течение трех лет На ближайшей сессии каменские депутаты должны объявить конкурс на кресло главы района Еще одна актуальная тема – вырубка леса Рядом с жилыми домами на улице Кутузова Участок Соснового Бора площадью почти 2000 квадратных метров Отвели под частную застройку Далее в сюжете По этой территории, по этой тропинке мы всегда гуляем, много-много лет гуляем, проходим в лес И неожиданно встречаем вот такую картину То есть идет вырубка леса под строительство Нам говорят, если бы не самоизоляция, то вышли бы все жители дома по Кутузова 16-Б А может быть и другие жители окрестных домов присоединились Участок Соснового Бора для них – это естественный парк Здесь гуляют, а зимой ходят на лыжах В том числе студенты политеха и меда – здесь их спортивные базы В сам лес ведет единственная дорога Но, судя по кадастровой карте, теперь людям придется обходить стороной Два мужчины говорят, нам дали к многодетным семьям два участка, мы будем здесь строить коттеджи 15 лет назад здесь уже пытались построить дом Но тогда, по словам жителей, это признали незаконным Они и в этот раз вызвали полицию, юристов Но оказалось, теперь все законно Вот разрешение на участок под жилищное строительство А из кадастровой карты видим, лес относится к землям населенных пунктов Где действительно разрешено и рубить деревья, и строить дома В ТСЖ недоумевают Пару лет назад им запретили вырубить вот этот сухостой А теперь совсем рядом отправляют под нож почти 2000 квадратных метров здоровых деревьев Одного участка уже нет, другой на очереди Эколог Алексей Грибков объясняет, оказывается, с правами на строительство здесь есть вопросы У жителей вопросов не меньше Например, почему одним многодетным семьям выделяют участки за городской чертой, а другим в черте города, да еще и в лесу? Не помешает ли такое строительство тушению лесного пожара, если лес вдруг загорится и так далее? Мы, в свою очередь, отправили официальный запрос в городскую администрацию Ждем ответа Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком Автомобиль как недвижимость Это для многих барнаульцев не редкость Заброшенных машин в городе больше сотни Как избавиться от таких соседей на вашей парковке, разбирался Никита Ермаков Вот там написано, стоянка запрещена Да, стоянка запрещена А тем не менее стоит Вот, ну что-то мы могли сделать Не трава, не комары, а машина Главная проблема – двора по улице Молодежная, 12 Технику давно превратили в свалку Как-то уже навалили разок полную машину Потом убрали, мы же убирали Ну а сейчас кто-то, не знаю, кому-то или лень дойти до мусорки Потихоньку сваливают Это помойка Помойка на дворе И что мы не делали, куда не обращались И в администрацию писали И в потребнадзор В санпидстанцию В санпидстанцию И ничего, абсолютно Он говорит, имею право, тут ее стоять Да, а он говорит, что имеет право Как рассказывают местные, такой памятник стоит здесь уже 5, а то может быть и 10 лет В той же самой Москве существует постановление, по которому такие брошенные машины убирают Достаточно, чтобы у них не было капота, двери, стекол, крыши багажника Все это на месте Да и не Москва здесь Такие ведра, к сожалению, могут стоять вечно Так как в краевом законе об административной ответственности говорится только о парковке сельскохозяйственных самоходных средств и тракторов на прилегающих территориях Вопрос легковых авто вообще не затронут И каждый случай властям приходится разбирать с ГИБДД Если есть обращение гражданина, например, либо организации, что есть брошенный автомобиль Еще раз говорю, выезжаем на место, уже смотрим Если правовых оснований для эвакуации нет, то нет полномочий просто взять и эвакуировать автомобиль А причин для эвакуации немного Нарушение ПДД Когда такое авто мешает проезду или вывозу мусора По-другому не выйдет Чужое все-таки Собственность гражданина, она защищена законом Поэтому просто переставить, передвинуть, убрать ее вы не имеете права Если, повторюсь же, данное транспортное средство не стоит с нарушением праводорожного движения Не мешает проезду В этом случае мы ничего сделать не можем Так получается, искать владельца и договариваться нужно самому? Возможно Но и это не всегда помогает, говорят эксперты Хозяин брошенной машины не всегда нарушитель Например, владелец погиб или на машину наложено ограничение Что на нее ограничение, прям на 100 тысяч наложили Все, ее нецелесообразно забирать, потому что она стоит 15, а ограничение 100 тысяч Андрей Коныгин много лет продает автомобили Говорит, если владелец захочет избавиться от своей брошенки То получить выгоду можно даже из самых запущенных вариантов Его можно разобрать на запчасти и продать кому-то То есть выручив с этого некоторую сумму денег По крайней мере, это будет лучше, чем просто стоять и без дела ржаветь Автомобиль, безусловно, имеет право на жизнь Тут определенные вложения нужны Очень большие, я бы сказал Ну, я бы оценил ее 1020 в этом пределе И пока возмущенные соседством с такими гробами на колесах Идут к юристам, а те рассуждают Как можно было бы рассматривать статью краевого закона Возможно применить данный пункт, я считаю, к транспортным средствам Которые хоть и припаркованы без нарушения ПДД Но припаркованы на территории озеленения, либо детских площадок То есть, которые напрямую нарушают вопрос благоустройства Для этой съемки мы нашли три брошенных авто на улицах и дворах Но по Барнаулу таких машин огромное множество Жители надеются, что в будущем закон скорректируют А автогробы уберут И они больше не будут свалками или неофициальными мемориалами автомобилестроению Никита Ермаков, Илья Халяпин, Николай Шилко День с толком Сегодня день рождения пионерских организаций Они появились 98 лет назад В этот день, 19 мая, устраивали парады и митинги Новичкам повязывали галстуки Пионерии уже давно нет, но про нее помнят Что думают про пионерские традиции поколения старшая И хотела бы повязать красный галстук своим детям молодежь? Мы спросили барнаульцев Если честно, я был участником пионерского парада на Красной площади в городе Москве 19 мая 1982 года Просто я учился в училище военно-музыкальном И из нас набрали Переодели в пионерскую форму Дали горн, барабан Все-таки это наше детство Оно в любом случае, как сказать Ностальгия, это со знаком плюс Я помню, что дети были заинтересованы Что у них была деятельность Они участвовали в отрядах, в экспедициях У наших детей сейчас такого нет, к сожалению Я думаю, что им это было бы полезно Построили всех Наверное, речь какую-то говорили Присягу давали Повязали галстук Дети сами по себе Нигде-то не шатались Не бродили Какие-то принципы Стремления Ответственные были дети, наверное Ну и правда не знаю Да пионеры кто слышали, а дни не слышали Ну что, это в советское время Были люди, которые выполняли там всякие Так сказать, волонтерские работки Вон есть волонтерский центр И мы сами из волонтерского центра Сейчас мы работаем в лечебно-профилактических учреждениях В больницах, то есть помогаем бесплатно Санитарам, врачам, медсестрам В моду входят свадьбы онлайн На днях в таком формате образовалась молодая бийская семья Влюбленные решили не откладывать бракосочетания до открытия ЗАГСов Уходят ли в прошлое традиционные регистрации И останутся ли в этом сезоне предели стилисты И ведущие свадебных церемоний Расскажем далее И сейчас, дорогие молодожены, прошу вас обменяться обручальными кольцами Как и в прошлой жизни, эффектный регистратор вещает с чувством, с толком Только молодые по ту сторону экрана А небольшая заминка, так их в онлайн-свадьбах не избежать Кольцами все равно обменялись Родители здесь же, в соседнем окошечке на экране Наблюдают и поздравляют Мы вас любим, счастья вам, дети Поздравляем Горько! Денис и Регина свадьбу планировали до пандемии Поэтому откладывать регистрацию не стали Говорят, никакой вирус любви не помеха Конечно, эмоций, живых объятий и поздравлений не хватило Но родители и самые близкие друзья были рядом Как и платье, туфли, прическа На закусках и напитках для гостей не намеренно, но сэкономили Бывают люди тратят очень много денег на свадьбу Проживают всего лишь год или три и разводятся Тут не важно, сколько денег ты затратил, главное чувство Пусть наша свадьба была онлайн, но наша любовь, мы надеемся, пройдет до конца жизни К слову, в то, что традиционные свадебные церемонии уйдут в прошлое Ведущие таких торжеств даже не допускают Говорят, какая русская душа без праздника Если даже мужчины, может быть, допускают эту мысль И, возможно, надеются на это где-то глубоко в душе То женщины этого просто не допустят Ну и вообще, неужели русского человека способно что-то напугать? Те пары, молодожены, которые планировали летом 2020 года сыграть свадьбу И которые забронировали еще зимой банкетные залы Свадебных специалистов, фотографов, декораторов и так далее У них свадьбы состоятся Лично у меня, как у ведущей свадебных церемоний, пока что ни одной отмены Какой-то базовый комплект, базовую команду Жених и невеста оставят Это будет ведущий, это будет диджей А вот все остальное, возможно, будет под угрозой Горки шампанского, шоу, артисты и так далее Возможно, на этом первое время будут экономить Онлайн можно и босиком зарегистрироваться Это уже стилисты о современных тенденциях Мне кажется, наша аудитория, все-таки девчонки, кто мечтал и хочет свадьбу мечты Те, наверное, подождут более реальных условий Назад в прошлое хотели бы вернуться многие Ведь судя по количеству разводов В мире общение исключительно внутри семьи Только увеличивает статистику Хотя онлайн-молодожен Регина и Денис пока мыслят исключительно оптимистично Если она любовь, то она живет вечно Татьяна Голубева, Николай Шелкоев, Евгений Андреев, День с толком А на этом у меня все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компания Эвалар До встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»